Миллионерами ушли с торжественного мероприятия в честь Дня работников сельского хозяйства, отличившиеся в битве за урожай хлеборобы, крупнейшего зерно-сеющего холдинга Костанайской области Олжа-Агра. В этом году в условиях жесточайшей засухи здесь намолотили больше 280 тысяч тонн пшеницы. Это десятая часть от общего коровая региона. Погода хлеборобам в минувший агросезон бросила вызов. В самых уязвимых фазах пшеница созревала в 40-градусной жаре. В Олжа-Агра ставку сделали на соблюдение технологий. Испытания с ноймой засухой выдержали. Показатели в 37 центнеров с гектара по пшенице. Погодные условия – это одно, но мы уделяли внимание норме высева, глубине заделки семян и качество выработки пара. Несмотря на засуху, на полях холдинга намолотили больше 280 тысяч тонн пшеницы. При этом средняя урожайность в 14 центнеров с гектара превысила областной показатель почти в два раза. Почему нашему холдингу получилось достичь результатов выше, чем даже в прошлом году? Агротехнологии – наше всё. Нужно любить свою профессию, эффективно работать, выкладываться, потому что сельскохозяйство не терпит полумер, компромиссов. Особое отношение в компании к людям. Труженик села, говорят, здесь это почётно и престижно. Лучших поощряют медалями, грамотами и премиями. В этом году в хозяйстве отличились больше 400 человек. В их числе семейные династии и целые бригады. Одну из них возглавляет Алексей Байназаров. Помимо миллиона, механизаторы унесли знамя передовиков. По показателям они стали лучшими. По парам в этом году мы собирали до 35 центнеров с гектар пшеницы. Благодаря чему мы собрали такие урожаи – это внедрение новых сортов. За последний год в группе компаний «Олжа Агро» повысили зарплату на 30%. Заслуженные работники по итогам агросезона получили надбавку к окладу ещё на 20%. Наталья Строкова, Еремек Магридьяров. Итоги дня. Кустанайская область.